О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Экстремальный туризм. Более тысячи украинцев вынуждены коротать отпуск в аэропортах вместо курортов. Кто испортил отдых? Недобро пожаловать. Израиль поможет сирийским беженцам у своих границ, но в страну не впустит. Чего бояться? Реанимировать скорую. Службы экстренной помощи бегут даже водители. Как спасти неотложку? Сдачи не нужно. В Украине начали округлять чеки в магазинах. Зачем это нужно и кому выгодно? Отпуск на смарку. Больше тысячи украинских туристов застряли в аэропортах по всему миру. Из-за действий туроператора и авиаперевозчика люди вынуждены ночевать в залах ожидания. Что происходит, выяснял Данил Снисар. Почти полторы тысячи туристов на этой неделе не смогли вылететь из Туниса. Авиаперевозчик приостановил выполнение рейсов. Причина – туристическая компания задолжала ему один миллион долларов. В итоге после переговоров авиакомпания согласилась за свой счет вывозить туристов. Большинство из них уже вернулись в Украину. Завтра несколько чартеров отправятся в Тунис за остальными отдыхающими. А это уже столичный аэропорт. Из-за отсутствия самолетов перевозчику приходится откладывать и переносить рейсы. Люди вынуждены сутками ждать вылета, сидя на полу с детьми, без еды, воды и каких-либо объяснений. Мы с семьей провели сутки в аэропорте. За это время нам никто никакой информации не давал. Вначале в расписании вообще не было нашего самолета. На звонки ни JoinUp не отвечал, ни компания Brawl Airways тоже трубку не брали. Самолет в Хургаду должен был вылететь в ночь на 29 июня. Аэропорт меняли несколько раз, говорят пассажиры. Посадка началась на сутки позже, чем было запланировано. Однако лайнер оказался неисправным. В итоге людей на несколько часов оставили прямо у трапа на взлетной полосе. Нас высадили, оставили на взлетной площадке, окружили машинами, военными, полицией. Никуда не пропускали. Дети были голодные, уставшие, так же, как и взрослые. Никто не предоставил ни воду, ни питания. Изрядно понервничать пришлось и клиентам того же туроператора, летевшим в Шарм-эль-Шейх. Десятки пассажиров и сейчас остаются в жулянах в надежде улететь. Туроператор «Джойнап», который изначально должен был вылететь 1 июля полночь. Потом был перенос на 18.00 на 30 июня. Туристы находились в аэропорту с 16.00 30 июня. Очень много детских местений. Также иностранцы, группа порядка 10 человек, египтяне застряли, потому что они приобрели просто билеты на этот злочастный рейс. Связаться с туроператором пытались и мы. Но в течение часа в пресс-службе так никто и не ответил. Заложниками этой ситуации стали более тысячи пассажиров, которые остаются в залах ожидания аэропортов Украины, Туниса, Египта и Грузии. В авиакомпании пообещали не оставить их без внимания. Естественно, задержки продолжают идти, но всем пассажирам будет предложена гостиница, транспорт, еда. Ответственности у нас перед пассажирами нет. У нас есть ответственность перед заказчиком. Заказчик, не выполнив свои финансовые условия, естественно, не может иметь претензий к авиакомпании за невыполнение своих обязательств. А пассажиры действительно имеют прямое отношение к заказчику. То есть они покупали у них турпутевки, они покупали гостиницы, трансферы. Поэтому ответственность это между пассажиром и заказчиком. Юристы же напоминают, туроператор вправе сам без объяснения причин изменить время и место вылета чартерного рейса на протяжении 24 часов от первой даты. В случае его отмены туристическая компания обязана, по желанию клиента вернуть всю стоимость путевки. В противном случае необходимо писать заявление в полицию и обращаться в суд. Данил Снисор, подробности, телеканал Интер. От конфликта авиаперевозчика Браво и туристической фирмы пострадали и украинские туристы в Грузии. В аэропорту Батуми застряли 38 взрослых и 19 детей. Все они из Николаева. Люди обратились в департамент консульской службы МИДа. И, как сообщил ее руководитель Василий Кирилевич, в авиакомпании Браво пообещали предоставить борт украинцам уже сегодня вечером. Перемерие под звуки канонады. С сегодняшнего дня на Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня. Но, как и все предыдущие, он уже нарушается. Около 4 утра боевики открыли огонь. Из минометов 120-го калибра по поселку Зайцево обстреляны украинские позиции в районе Крымского, Луганского, Гнутого и Водяного. Поподробнее об особенностях хлебного перемирия расскажет наш военкор Ирина Баглай. Слышу про перемирие. Мы не стреляем, даже их не провести. Они стреляют даже просто так. Новость, что в Минске договорились о бессрочном перемирии, облетела передовую мгновенно. Но вот тихо с 1 числа на фронте так и не стало. Посреди дня на Светодарской дуге боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и стреляли прицельно, говорит Юрий. Работает огонь прицельно, разбирают наши позиции. Ночь так же, работают из двух позиций по нам. Не дают даже голове поднять, чтобы даже наблюдать. Из туда работает огонь, СПГ. А вот ночью по соседним позициям боевики били из тяжелого вооружения. В первые часы перемирия в район села Зайцево российские наемники выпустили 120-мм мины. Под огнем было и село Южное. По домам боевики бьют осветительными минами. Смотря, как выставишь замедлитель. Можно замедлитель выставить таким образом, что он взрывается уже возле земли. Ну, он не взрывается, он воспламеняется и горит. Так же противник трассерами обстреливает, дома загораются. Не оставляет противник и попыток приблизиться к позициям пехотинцев. Одна из последних групп пошла на хитрость. Надеялись остаться незамеченными для наших наблюдателей. Внутри с 10 до 2 часов. Четыре человека, вистине 150 метров. Не светились в тепло. Форма похода была пропитана смолой. Тепло не ведает. Разведку боевики ведут и с неба. Сегодня на длине обороны наших военных они четырежды поднимали беспилотники. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Украинский омбудсмен Людмила Денисова на завтра анонсирует встречу с послами стран Европейского Союза. Говорить будут о нарушениях со стороны России по поводу допуска к украинцам, заключенным в российских тюрьмах. Напомню, на этой неделе Денисову не пустили коллегу Сенцову. Она намерена просить дипломатов о содействии. В СБУ проверяют информацию о возможном похищении детей. Об этом заявили при службе ведомства ранее. В СМИ сообщили, что правоохранители получили анонимное письмо с требованием заплатить 350 тысяч долларов в качестве выкупа за 20 детей-заложников. Деньги перевести на счет в интернет-валюте, биткоин. Если выкуп не поступит до конца среды, обещают убить детей. В письме также перечислены имена и фамилии якобы 10 заложников. Правоохранители уже открыли два уголовных производства, рассматривают в том числе и версию мошенничества. Поскольку, как удалось установить, все фамилии, указанные в письме, есть на сайте службы розыска детей. При этом двоих из них ранее уже нашли. Пьяный мужчина, вооруженный ножом, захватил заложницу в московском супермаркете. Это сотрудница одного из отделов магазина. Нападавший требовал вызвать ФСБ. Женщина получила легкие ножевые ранения, но ее жизни ничего не угрожает. Мужчину задержали. Он объяснил в магазине. Прятался от активистов, которые решили, что наркоманы отобрали паспорт. А своими действиями хотел привлечь внимание правоохранителей. Сегодня стартует очередной этап медицинской реформы. Украинцам станут доступны новые бесплатные услуги первичной медпомощи. Чтобы разъяснить, какие именно на сайте Минздрава опубликовали картинки. К своему врачу можно будет обратиться за консультацией при любых проблемах со здоровьем. А в случае необходимости получить направление к более узкому специалисту. Бесплатно вам выпишут рецепт на лекарства, проведут основные анализы, сделают электрокардиограмму и тест на ВИЧ. Никаких затрат также не потребуют и плановые профосмотры, вакцинация детей и наблюдение несложной беременности. Бесплатным будет и вызов скорой помощи, но вот сколько платить за остальные услуги, в картинках Минздрава не уточняется. Напомню, что Конституция Украины гарантирует право на бесплатную медицину каждому. Скорая помощь в Украине нуждается в неотложной реанимации. Проблема не только в нехватке транспорта, оборудования и квалифицированных медицинских кадров. Со скорой массово бегут даже водители. Основная причина зарплаты у шофера со стажем, она едва превышает 5000 гривен. Станислав Кухарчук разбирался в проблеме. Бригада реанимации Черкасского центра экстренной помощи принимает вызов. Есть всего 8 минут, чтобы добраться в другой конец города, к месту ДТП. Информация о состоянии пострадавших у медиков крайне скудная, поэтому дорога каждая секунда. К счастью, у пострадавших нет серьезных травм. Но пассажирку одной из машин приходится госпитализировать. Женщина жалуется на боли в ногах. В обязанности водителя Сергея входит не только вовремя безопасно довести бригаду к месту вызова, но и помочь медикам погрузить пациента. За полгода работы в скорой парень уже привык и к экстриму, и к бессонным ночам. Но вот смириться с зарплатой, говорит, не получается. У шофера без стажа она едва превышает минимальную. Ну, скажем так, не очень. Хотелось бы повыше. Как вот мне, да, я вот женатый человек, у меня есть ребенок маленький. Тяжело. Среди водителей на скорой постоянная текучка. На сегодня в Черкасском центре экстренной помощи уже не хватает 25 шоферов. В процентном соотношении это немного, говорит директор. Но это минус 5 полноценных бригад на смене. Никто не хочет идти, потому что умовы працы экстремальны, ответственность очень величезна, заработная плата мизерна. И такая ситуация по всей Украине. Если в районах люди еще как-то держатся за работу, то в городах такая зарплата не прельщает. В Ивано-Франковске 30 вакантных мест и постоянная текучка водительских кадров. Директор центра экстренной помощи в растерянности, говорит, в ближайшем будущем работа службы может оказаться под угрозой. Моем чем надавать допомогу, только нужно сейчас поднять заработную плату. Это нужно поменять санитарный транспорт. И просто шлифовать навыки, шлифовать, начальник тренировки, створивать начальник тренировки центра. Повышение зарплат сотрудники неотложки ждут после окончания работы мониторинговой группы Всемирной Организации Здравоохранения. Ее специалисты по просьбе Минздрава сейчас проводят анализ проблем в Украинской службе экстренной помощи и разрабатывают пути их решения. Наша цель – выучить, что реально происходит на местах, співпрацюючи безпосередньо и с персоналом швидких, выучить потреби, выучить проблемы, чтобы мы эффективно зберегали життя тем людям, которым мы можем зберегти. Мониторинг закончится через два месяца. Выводы в том числе будут касаться и дополнительного финансирования экстренной помощи. Несколько недель назад в Кабмине озвучили необходимую сумму для развития службы. Это 11 миллиардов гривен. Станислав Кухарчук, Жанна Тучак, Павел Тимошенко, Зиновий Автоназ. Подробности – телеканал Интер. Без сдачи. Уже сегодня Национальный банк прекратит выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить продолжат только 10 и 50 копеек. Это существенно изменит принцип формирования цен при расчете наличными в тонкостях новых правил разбиралась Ксения Барвиненко. Пять копеек занесете. С этой фразой можно попрощаться навсегда. Нацбанк прекращает чеканить монеты мелкого номинала. Теперь в случае нехватки копеек суммы в чеках начнут округлять. По математическим правилам сумма до 4 копеек округляется в сторону уменьшения, а от 5 в сторону увеличения. Если мы рассчитываем от 1 копеек до 4, то это выиграют люди. Если от 5 копеек до 9, то выиграют те, кто торгует. Также Нацбанк планирует полностью избавиться от банкнот номиналом 1 и 2 гривны, заменив их на новые монеты. Сейчас их уже выпустили около 7 миллионов. Со временем они должны полностью заменить бумажные деньги. Но не все украинцы рады таким изменениям. В общем, из оборота исчезнет более 8 миллиардов монет мелких номиналов. За счет таких нововведений регулятор намерен экономить около миллиарда гривен в год. Но эксперты уверены, это показатель сильной инфляции в стране. Это, конечно, показатель не просто признания Нацбанком довольно существенной инфляции, а и, скажем так, то, что Нацбанк с этим смирился. Он, фактически, сам в таком способе погоджуется. А вот уже со следующего года регулятор анонсировал выпуск монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты. Олег Ермако, Ксения Бровиненко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Жители Чернигово подсчитывают убытки от вчерашнего урагана. Из-за проливных дождей в городе затопило десятки улиц, в том числе более 60 частных домов. Помочь пострадавшим вызвались нардепы. Лидер радикальной партии Олег Ляшко приехал и осмотрел дома местных жителей. Пообещал проконтролировать выплату компенсаций в полном объеме. Все майно, яке людина нажила, все майно знищено. В результате підтоплення, а підтоплення через те, що незаконно набудували прокурорські, суддівські і інші гаражі. Тобто вони собі гаражі будують, річку блокують, а люди потім все своє життя наживали, за одну секунду знищили. Я зроблю, щоб вони виділили гроші, провели ремонт і компенсували збитки. І з міського бюджету, як треба, звертатимось до уряду. Скульптуру із мусора создали десь і в Закарпатті. Повод на первый взгляд праздничний, День Луна, і в нього впадає багато містних рек. Але головна цель – привлечь внимание к проблеме. В воду масово сбрасывают бытові відходи. Це вызвало вже не один міжнародний скандал, ведь во время паводка в рекі несуть мусор в Словакію і Вінгрию. Марина Коваля обо всім подробніє. Трі кучи мусора. Мусор попадає в рекі, кажуть експерти, так як в горних сілах часто немає офіційних свалок. Сміття, яке утворюється, його немає куди дівати. І дійсно відбуваються такі стихійні засмічення. Боротися з цим дуже важко, тому що, по-перше, система штрафів занадто слабка. Доказати, що саме ця людина викинула ось це сміття ось тут, а не збирала його, майже неможливо. Людям повинен бути запропонуваний механізм. В першу чергу, це організований збір сміття, збір його утилізація або переробка. Цього абсолютно, ну, скажімо, ми на нульовому рівні наразі. То, должен очистити реки. Місні власні кивають на водні служби. Але те заявляють, це не їх компетенція і тратить гроші на такі роботи не мають права. Тому, следить, щоб мусор не вибрасували в речки, доложні руководители сельсоветів і мэри городов. В мене в бюджеті немає такої статті розчистки від сміття. Такого немає в бюджеті, навіть в бюджетному кодексі. Поки йдуть спори, хто має отвечати за збір і утилізацію річного мусора, шкільники вместе з учителями собрали його і создали скульптури, щоб привлечі уваги до проблеми. Ми його збирали по руслу нашої річки Циганка, у селі Великі Лази. І от ми виготовили пальму, виготовили віслячка і ось такий корабель. Це така сукня, виготовлена лише з допомогою паперу, газети, а також такої сітки, яка використовується при ремонті. Участники акції признаются, на сбор материала для скульптур потратили меньше часа, ведь бытових отходів в реках і на берегах дуже багато. Марина Коваль, Юрий Ковалєв, подробності телеканал «Интер», Закарпатська область. Нечайний мост в одному з сел во Львовській області чиновники відказуються ремонтувати аварійну переправу, поскольку та якобы никому не принадлежит. Кожний переход реки грозит містним жителям окрестних сел провалом. В прямому смыслі слова подробності розкажет наш корреспондент Галина Якушко. В некоторых местах моста доски совсем прогнили, в некоторых их просто нет, а щели такие, що сквозь них видна река. Так выглядит переправа через реку Гылогорка, которая соединяет два населенных пункта Остров і Красный. Мост соорудили, щоб сократити дорогу на полтора кілометра, ближе добираться і к Род, с винниками на железнодорожнюю станцію і в магазин. Праву муку? Нас немає такого. Пенсіонер Орест Макар говорит, переходя мост, рискує не тільки мешком муки. А вот эта женщина не готова рисковать свою корову на мост, не пускает. А эти парни переходят реку тільки вброд. Нашу телегу затапливає водою, але все одно ми не використовуємо мост. По ньому конь не пройдет. Не, на конь не переїде. Твоє де переїде? А як там яма якісь? Так, куня можна перевезти в одного, а фіру не переїде. Поселковий голова о проблемах жителі не знає. О том, що мост в аварійному состоянию, он слышит вперві, причем от нашої съемочной групи. Говорит, в поселці путепроводів нескільки. Ремонтувати нічого не собирається. В пресс-службі Львовської железної дороги нам заявили, що мост не состоїть у них на балансі. Так, хто ж має отвечати за нього? Старожилі рассказывають, що переправу соорудили давним-давно сами люди. Ее ремонтували по очереди жителі разных домов. Тепер ж активних людей, похоже, не хватає. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львовська область. Смертельное ДТП в Прикарпатті в причастності подозревають местного кримінального авторитета. Накануне вечером в селе Атыня возле Коломей БМВ протаранил Ланос. Последний от удара отбросило на столб. Водитель погиб мгновенно. Пассажир в больнице с тяжелими травмами. Водитель БМВ с места аварии сбежал. Благодаря видео с камер наблюдения полиция установила этот так называемый «Валентиновский стрелок» Виктор Корягин. Свое прозвище он получил после того, как устроил пальбу в ночном клубе Ивано-Франковска в День Святого Валентина в 2013. Тогда его приговорили к тюремному сроку. На свободу он вышел два года назад. Возле немецкого города Любек разбился пассажирский автобус. В нем была школьная группа из 38 детей, а также несколько воспитателей. Двух пассажиров доставили в больницу вертолетами. Еще несколько человек получили незначительные травмы. Автобус, направляясь в детский лагерь, когда случилась авария, водитель выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем на повороте и врезался в скорую помощь. Один из самых известных преступников Франции Радуан Фаито сбежал из тюрьмы на вертолете. Машина приземлилась прямо на охраняемой территории исправительного учреждения. Из-за решетки преступнику помогли выбраться вооруженные товарищи, которые забрали его из комнаты для посещений. После инцидента вертолет нашли сгоревшим недалеко от Парижа. Фаид отбывал 25-летний срок за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейской в 2010-м. Кризис на границе Израиля и Сирии. Тысячи сирийцев хотят попасть на территорию еврейского государства, спасаясь от войны. В Иерусалиме говорят, что никого пускать не собираются, но помощь беженцам оказывают. Сергей Ослендер расскажет подробности. В сирийских провинциях Эдлиб и Дира уже почти две недели идут жестокие бои. Армия Асада берет эти районы, занятые повстанцами, под свой контроль. Там практически не прекращаются бомбежки с воздуха и артобстрелы, разрушения и жертвы масштабные. Поэтому оттуда устремился поток беженцев. И большая часть из них разместилась у границы с Израилем. Там расположено уже несколько крупных лагерей, с набжением которых продуктами и предметами первой необходимости занимается еврейское государство. Через границу идет поток раненых. Власти внимательно следят за ситуацией. Что касается юга Сирии, то мы по-прежнему будем защищать наши границы, не допустим проникновения на нашу территорию. И будем требовать от сирийской армии строгого соблюдения соглашения о разъединении 1974 года. Я поддерживаю постоянный контакт с Белым домом и Кремлем по этому вопросу. А министр обороны и начальник генштаба контактируют со своими коллегами как в США, так и в России. Заявление Нитаньягу вполне недвусмысленное. Беженцев через границу не пустят. Сейчас там увеличено военное присутствие. Командование перебрасывает на усиление пехотных частей, танки и артиллерию. Разумеется, армия не собирается стрелять в безоружных людей. Но есть данные разведки о том, что под видом беженцев через границу на территорию Израиля могут попытаться прорваться боевики исламского государства и различных проиранских отрядов. Поэтому у военных категорический приказ никого через границу, кроме тяжелораненых, не пускать. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Чехия и Венгрия не заключали из Германии соглашение о беженцах. Об этом сообщили в правительствах обеих стран ранее. Ангела Меркель заявляла, что они поддержали ее идею возвращать из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС. Премьер-министр Чехии назвал это сообщение полной глупостью. Представитель венгерского правительства также заявил, что Будапешт не подписывал с Берлином никаких договоренностей относительно мигрантов. Италия закрыла порты для кораблей с мигрантами. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Матео Сальвини. Запрет касается всех судов, которыми неправительственные организации вывозят беженцев из Африки. Им будет отказано не только в доступе, но и в снабжении топливом. По словам Сальвини, порты будут недоступными все лето. Зверское нападение в американском штате Айдахом в городе Бойсо неизвестный с ножом ворвался в центр для семей мигрантов. Пострадали 9 человек. Четверо из них получили очень тяжелое ранение. За их жизнью сейчас борются медики. Нападавшим оказался 30-летний мужчина. Полиция задержала его почти сразу после случившегося. Действовал он в одиночку. Сейчас полицейские устанавливают мотивы его действий. На месте совершения преступления мы обнаружили 9 пострадавших. Все они сейчас госпитализированы. К сожалению, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии на грани жизни и смерти. Подозреваемый 30-летний мужчина, пока что мы не знаем его мотивов. К взлету готов. Британский аэропорт Хитроу будут расширять. После десятилетий дебатов парламент проголосовал за строительство новой взлетно-посадочной полосы. Почему это решение многим не по нраву и кто угрожает судами правительству, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Каждые 90 секунд гул самолета разрывает небо. Аэропорт Хитроу расположен в густонаселенном районе. Вокруг живут около 800 тысяч человек. Я помню, как, будучи подростком, пыталась готовиться к экзаменам и ложиться пораньше. Но из-за постоянного шума самолетов у меня не было никаких шансов. Экологи предупреждают о росте не только уровня шума, но и загрязнения воздуха. После появления третьей полосы Хитроу будет выбрасывать в атмосферу столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. Политики волнуются из-за климатических изменений только на словах. А на деле все совершенно по-другому. Проект по расширению Хитроу полностью противоречит заявленной цели правительства сокращать выбросы в атмосферу. Впрочем, у правительства много аргументов в защиту строительства. Хитроу действительно отстает по сравнению с другими аэропортами. К примеру, в Амстердаме шесть полос, во Франкфурте и Париже по четыре. Так что расширение повысит конкурентноспособность аэропорта, а еще поможет создать новые рабочие места и принесет миллиарды в бюджет. Мы должны действовать сейчас. Хитроу уже давно не справляется с пассажиропотоком. И скоро его догонят и другие британские аэропорты. Поэтому расширение жизненно необходимо. Депутаты прислушались не к жителям и экологам, а к правительству. Проголосовали за расширение. Но не согласные отступать не собираются. Группа активистов пробралась в парламент и провела лежачий протест. Дескать, если придется, точно так же лягут перед бульдозерами, прокладывающими новую полосу. Но не протестами едиными. Активисты уже готовят судебные иски против этого решения. Гринпису в 2010-м удалось через суд остановить расширение Хитру. Так что в ближайшее время ничего не поменяется. И в лучшем случае первые самолеты взлетят с новой полосы не раньше, чем через пять лет. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. 80 тысяч человек вышли на улицы австрийской столицы. Люди протестовали против планов правительства увеличить рабочий день до 12 часов, а рабочую неделю до 60. За такой законопроект австрийские депутаты будут голосовать уже в четверг. Но демонстранты требуют вынести этот вопрос на референдум. Уже сейчас местные работодатели имеют право назначать 10-часовой рабочий день без указания причин. Что заставило американцев выйти на протесты по всей стране? На каких курортах Таиланда туристам больше не рады? И в каком парке развлечений посетителям не нужна одежда? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Пожар под Манчестером, где тлеют торфяники, разгорелся с новой силой. Ранее к тушению уже привлекли британскую армию. Помимо военных задействованы сотни пожарных. Напомню, там пылает еще с воскресенья. Дым окутал несколько деревень и городков. Жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна. Десятки тысяч человек в сотнях городов от восточного до западного побережья США вышли на марши против миграционной политики Дональда Трампа. В Лос-Анджелесе к протестующим присоединились голливудские звезды. Митингующие требовали, чтобы правительство как можно скорее воссоединило семьи мигрантов, которых разлучили с детьми на границе США из-за закона о нулевой толерантности к нелегалам. Российский жест обернулся для ведущих американского испаноязычного канала отстранением от работы. Инцидент произошел после победы команды Южной Кореи над сборной Германии на Мундиале. Во время прямого эфира один из ведущих растянул уголки глаз, имитируя на камеру азиатские черты лица. Его коллега, стоящая рядом, повторила жест напарника. Не прошло и дня, как в редакцию канала посыпались десятки писем от возмущенных телезрителей. На острове Ратнест у побережья Западной Австралии туристы напоили редко встречающегося зверька Квуку алкоголем. Мужчина угостил животное водкой со вкусом пиноколады. Его подруга сняла это на видео и разместила в Инстаграме. Пользователи жестко раскритиковали поступок туристов. С помощью камер видеонаблюдения мужчину нашли, оштрафовали на 200 австралийских долларов и лишили возможности впредь посещать остров. Что случилось с Квоккой, неизвестно. С 15 октября посетить Симиланские острова туристы не смогут. Ограничить туда доступ решило правительство Таиланда. Такие меры власти королевства принимают, чтобы восстановить экологию нескольких популярных мест. Ранее в июне власти Таиланда также закрыли для туристов пляж Майя Бэй на острове Пхипхеле, который обрел популярность благодаря фильму «Пляж с Леонардо Ди Каприо» в главной роли. Парк развлечений для нудистов открылся недалеко от Парижа. Теперь любителям костюмов Адама и Евы есть где провести выходные и познакомиться с единомышленниками. В их распоряжении весь парк, в том числе батуты и мини-поли для гольфа. Однако посещение некоторых аттракционов возможно только в шортах или нижнем белье в целях безопасности. Камбоджийцы трудились почти полгода и, наконец, соткали самый длинный в мире шарф, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Длина этого шедевра 14 километров. Тысячи жителей столицы собрались, чтобы измерить традиционный камбоджийский аксессуар. Шили предмет национальной гордости всей страной. Поучаствовать мог каждый желающий. Более того, премьер-министр Кабоджи поощрял такую инициативу. 1 июля в стране отмечается День архитектуры. Но вот есть ли что отмечать? Архитектурные шедевры с года в год ветшают, а супермодные высотки при всей своей высотности до европейских стандартов не дотягивают. О контрастах отечественного градостроительства Лина Зеленская. Киев, некогда утопавший в зелени парков и скверов, сегодня превратился в каменные джунгли и город контрастов. Ультрасовременные застройки из стекла и бетона нависают над ветхими домами с обшарпанными балкончиками. И многие из этих старинных зданий – архитектурное наследие столицы. Но чтобы оно все-таки дожило до наследников, нужны инвестиции, говорят эксперты. Да и новейшие проекты сейчас абсолютно непродуманны. Весь мир, опять же, цивилизованный мир сегодня старается создать что-то более экономичное, более прогрессивное. Есть такое понятие, как зонинг, который у нас, к сожалению, пока еще не принят. Что такое зонинг? На основании разработанного, утверденного генерального плана города, развивает план зонирования, который определяет функцию, параметры на конкретные участки. Это однозначно озеленение и оформление крышного пространства, чтобы там могли отдыхать люди. Зонинг – золотое правило для архитекторов Великобритании, Бельгии, Голландии, закрепленное законодательством в этих странах. Разрешение на застройку можно получить только при наличии в проекте нового жилого дома – зеленой крыши. Есть такое понятие «смарт-сити», «смарт-город». Когда в мире есть уже несколько примеров, когда инновационные технологии, тотальная компьютеризация практически управляет всеми процессами, которые, опять же, создают комфортные условия жизни. Это использование солнечной энергии, это обилие зеленых насаждений. Сегодня люди покупают не квадратные метры, а образ жизни, говорят архитекторы. И здесь, прежде всего, учитывается наличие парков и мест для отдыха. А сейчас даже за всемирно известными каштанами на Крещатике никто толком не ухаживает. Я сколько раз бываю на Крещатике, я никогда не видел, чтобы под деревьями была мокрая земля. Если бы их поливали, бы с ними доглядали, если бы насыпали соль в зиму. Киевляне пока только вспоминают о былой роскоши каштанов и мечтают об эко-городе. Лина Зеленская, Максим Чеблин. Подробности Телеканал Интер. На Хортице создают копию древнего казахского корабля «Дуб». Судно возведут по чертежам 1736 года. Во времена русско-турецкой войны на таких кораблях запорожские казаки штурмовали Очаков и Кинбурн. Историки говорят, это был первый в Украине своего рода десантно-штурмовой корабль, который вмещал до 30 человек экипажа. И был оснащен пушками. Идею построить дуб историки вынашивали больше 20 лет. И вот только сейчас решились это сделать. Уже построили корпус. Дальше работы продолжаются в специальном ангаре. На создание дуба уйдет не меньше года. Это уже отделка, герметизация, шпаклевка, обработка поверхности, пропитка корабельным варом, который мы будем готовить по древним технологиям. Это изготовление банок для грибцов, изготовление весел, мачты, шитье парусов. Собираемся делать из Домотканова ручной работы ткани. Постараемся сделать максимально исторически достоверным судном. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности я в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин